друзья рады приветствовать вас на канале вкусно и дружно всем привет сегодня мы с вами приготовим домашнюю колбасу по-домашнему для этого нам понадобится свинина у меня два килограмма сальца 300 грамм оболочка или по-простому кишки свиные чесночок перец соль ну и все приступаем к приготовлению друзья для начала я покажу вам как нужно подготовить оболочку для нашей колбасы это очень ответственный момент когда-то мне показали как пропускать кишку через две вилки но мне это не понравилось недостаточно чистая получается кишка и колбаса при этом будет горчить персик уже почувствовал что кишечка а кошки очень любят кишки и не столько кишки сколько оболочку посмотрите друзья на этого лепепарда распушил лурсы и уже прям охотник до охотимся но ему придется немножко подождать вот так мы ножичком не очень острым хорошо вышкребаем то что находится внутри нашей кишки вот она получается вот такая тоненькая и беленькая потом мы ее замочим соли и она уже будет у нас вот такая вот вот друзья это уже готовая оболочка я приготовила а это специально для того чтобы кто не умеет посмотрел как это делается вы конечно друзья можете во многих случаях купить уже готовую очищенную оболочку но в ней вы не будете уверены до конца она может быть с повреждениями а это для колбасы критично вот такая она у нас получилось смотрите друзья какая кишка у нас была в начале большая толстая вот такая она получается на выходе тоненькая как ниточка сейчас я ее промою вот так мы ее промываем если хорошо не промыть кишку колбаска будет привкусом не очень приятным зачастую можно купить на рынке колбаску которая пахнет не так как вам бы хотелось если вы так почистите кишки у вас запаха никакого не будет вот она помыта вот такая она получилась отправляем ее в остальные я купила на рынке 3 метра кишки на 2 килограмма мяса сейчас вот у нас сидит уже персик очень просит сейчас я ему дам внутренности таких наш лепепард друзья за своей любимой работой снимает пробу с кишечек очень они ему нравятся если вы не знаете друзья чем порадовать своих питомцев купите им свинные кишки они их очень любят вот так друзья вкусняшка для нашего лепепарда такой предмет вот она есть ее уже нет друзья после кишек руки хорошо вымыли это обязательное условие и приступаем к нарезке мяса мясо нарезаем не вдоль волокон а поперек для того чтобы она была в колбаски мягкая вот такими полосочками тоньше чем на бестроганов нарезка в домашней колбасе друзья играет огромную роль да если нарезать неправильно и колбаса будет не такая многие делают колбасу через мясорубку перекручивают нам это не нравится перекручено мясо в колбасе а вот такая нам очень нравится и не только нам все кто попробовал нашу колбаску говорят это объедение а на праздничный стол когда я спрашиваю что приготовить мне сразу говорят колбаска идет под номером один колбаску свое фирменное блюдо домашняя колбаска особенно это касается друзья нового года рождества и конечно же пасхи опаска у нас уже совсем не за горами вот попробуйте если будет вам интересно попробуйте сделать я вас уверяю когда вы сделаете эту домашнюю колбаску вы не захотите покупную домашнюю кушать она не такая вкусная попробуйте наш рецепт друзья мы уверены он вам точно придется по вкусу рецепт несложный но в то же время очень 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 вкусный не сказать что он совсем несложный повозиться конечно придется если кушать то он несложный но этого стоит она этого стоит я добавляю еще колбаску сальца тот кто не хочет может его не добавлять но я люблю чтоб колбаска была сочная и поэтому я добавляю наше мясо нарезано вот такое оно получилось вот так такими кусочками вот такими кусочками она нарезана вот такое сальца тоже так порезанную и теперь мы должны посолить поперчить душистым перцем хорошо не жалеем колбаска будет пахнуть так достаточно теперь черного перца этого понемножку потому что чтоб не было горькая добавим приправу для говядины со специи мы покончили теперь нам нужно чесночок выдавить в домашней колбаске чесночок это первое дело чесночок друзья придаст нашей колбаске пряный яркий вкус и аромат можно и сухой чеснок положить но я предпочитаю свежий он будет ароматнее со свежим чесночком мало что сравнится друзья чесночка не жалеем но там как вы любите но мясо чесноком не испортишь все можно сказать наш фарш готов сейчас мы его перемешаем и пусть он у нас постоит хотя бы часок я еще добавляю в этот фарш немножко соевого соуса буквально столовую ложку вот такой красивый у нас получился фарш отправляем его в холодильник на час а затем друзья мы вернемся к вам и будем начинять колбаску не переключайтесь будет интересно а главное вкусно друзья прошел час наше мясо промере промариновался и будем начинять нашу колбаску для этого берем оболочку и нужно завязать с одного конца оператор помоги мне пожалуйста немножко дальше чтобы это все было видно оператор всегда готов прийти на помощь тем более когда вопрос касается такой вкуснятины как домашняя колбаска один конец оболочки мы завязали на второй мы одеваем у меня вот такое приспособление специально для колбаски если у вас его нет вы можете отрезать от бутылки вы можете отрезать горлышко от бутылки и также одеть на кишку я потом покажу и начинаю набивать кишку набивается она легко когда мы набьем полную кишечку мы завяжем ниточкой и наша колбаска будет готова наполовину ну ясно что наполовину я друзья погорячился когда сказал что рецепт прям очень простой на самом деле поработать придется но это того стоит это очень вкусно просто оператор участвует только когда кушаем эту колбаску и как ее готовить не надо не надо оператору тоже помогает не принимает участие так вот у нас уже какая получилось еще немножечко и кишка будет полная вот так мы начинили кишечку сейчас завяжем с другой стороны друзья завяжем вот так и я покажу какая колбаска у нас получилось вот посмотрите вот такое колечко у нас получилось отправляем его миску и приступаем ко второму оператора готовки ниточку оператор всегда готов минуточку ну вот это тот который сказал что он готов 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 на два узелка операторы хватит но силу такой прикладывать не надо ниточки не той системы бракованные смотрите сейчас мы одеваем на пластиковую бутылочку на горлышко и также начиняем колбаску здесь понадобится вилочка вот так вот так же она начиняется для вас друзья это время в ролике пройдет незаметно а нам придется поработать но мы вам все обязательно покажем друзья вся колбаска у нас мы ее начинили вот такая она у нас получилась теперь мы ее отправим варить для этого мы поставили воду она у нас закипела добавляем соль вот такая колбаска друзья у нас получилось у нас кипит вода сейчас мы будем отправлять нашу колбаску кастрюлю прежде чем ее отправить нужно проколоть иголочкой дырочки чтобы наша оболочка не лопнула вот так и так поступаем со всеми колбасками вот 2 водичку мы подсолили вот так наша колбаска начинает провариваться колбаска друзья не должна кипеть друзья мы положили всю колбаску теперь мы следим за тем чтоб вода в колбаске не кипела и так она будет стоять у нас 40 минут а что будет если водичка закипит если водичка закипит могут лопнуть кишки вот так кастрюльку взяла немножко маловато поэтому проблематично ну ничего и с этим мы справимся сейчас мы крышечку накроем но будем тщательно смотреть для того чтобы а сделаем тише для того чтобы она не закипела друзья наша колбаска сварилась вытаскиваем ее на блюдо вот такие колбаски у нас получились вот такие ароматные вкусные дадим нашей колбаске немножко остыть а потом будем укладывать на лист и отправим в духовку для того чтобы она зажарилась наша колбаска пристыла сейчас мы ее будем укладывать на противень для того чтобы поставить ее запекаться вот так сможем слегка кетчупом для того чтобы у нее был зажаренный вид и цвет буквально по капельки я люблю смазывать метком но оператор сладенькую не любит поэтому делаем как любит оператор сладенько это для гурманов колбаса должна быть колбасой вот такая она вкусная получилась сварилась она у нас или вернее стояла на газу 35 минут но вода не кипела вот такая колбаска у нас получилась отправляем ее запекать в духовку но здесь все зависит у каждого дух от своей духовке у меня может быть 20 минут у кого-то 30 отправляем в духовку встретимся когда колбаска запечется мы на финишной прямой друзья не переключайтесь прошло 20 минут друзья наша колбаска запеклась будем доставать ее из духовки вот такая она красиво получилось посмотрите друзья какая красота домашняя вкусная ароматная колбаска сейчас мы разрежем ее и покажем какая она получилась у нас внутри колбаска у нас еще очень горячая но оператор требует разрезать чтобы посмотреть какая она внутри подчиняемся оператору все ради наших любимых подписчиков колбаска наша идеально проготовлена вот такая у нас в разрезе очень-очень вкусно но мы ее любим кушать холодной поэтому дождемся пока она остынет и только потом будем кушать а сейчас видно насколько она сочная друзья получилась насколько вкусная видите какая сочная когда колбаска остынет весь сок застынет вместе с колбаской и она у нас будет очень очень вкусно спасибо друзья что вы были с нами подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео и оставляйте несколько комментариев и главное не забывайте что готовить нужно вкусно а главное дружно всем пока пока пока